На этот раз слет проходил в юбилейный год. Ровно 180 лет назад по железной дороге страны был запущен первый поезд, что предопределило современный облик России. На третьем съезде собрались больше трех тысяч железнодорожников со всей страны. Открыл форум заместитель председателя правительства России Аркадий Дворкович. Он зачитал приветственный адрес от лица Дмитрия Медведева. В последнее время железнодорожный комплекс динамично развивается, обновляется подвижной состав, строятся современные высокоскоростные магистрали, внедряются инновационные технологии, повышается уровень комфорта в поездах дальнего исследования и пригородных электричных. Аркадий Дворкович отметил, что значение железной дороги трудно переоценить, ведь сегодня 87% всего грузооборота и 28% пассажирских перевозок в стране осуществляются посредством железной дороги. Он отметил, что перед магистралью стоят важные задачи, в частности по внедрению цифровых инновационных технологий, мультимодальных услуг, развития инфраструктуры, высокоскоростного движения. Сегодня также важно развивать мощности БАМа и Транссиба. Перед участниками съезда выступил и генеральный директор, председатель правления ООО РЖД Олег Белозеров. По его мнению, сегодня важно взвешенно оценить работу российских железных дорог и обозначить приоритеты развития до 2025 года. Нам есть чем гордиться. Российские железные дороги входят в число мировых лидеров по ключевым производственным показателям. Груза напряженности, объема перевозок, участковой скорости, энергоэффективности и экологичности. Пассажирам предложены новые маршруты и сервисы, высокие скорости, современные вагоны и мобильные приложения. Второй железнодорожный съезд проходил 6 лет назад. За эти годы компания инвестировала 2,5 триллиона рублей в различные проекты и модернизацию путей. За 6 лет услугами железных дорог воспользовались 6 миллиардов человек. Увеличились и показатели грузооборота. Так, по сравнению с 1992 годом, он вырос в 30 раз. Серьезные достижения подтверждаются другими цифрами и фактами, которые озвучил Олег Белозеров на съезде РЖД. Много говорили о значении отрасли в экономике страны. В масштабном форуме приняла участие и делегация нашего края. Начальник Забайкальской железной дороги Александр Скачков, отвечая на вопросы журналистов, рассказал о главных итогах уходящего года, проделанной работе, перспективах и будущей магистрали. При этом он опроверг слухи о сокращениях на Забайкальской железной дороге и ее упразднении. Конкретно задач таких перед нами не стоит. Забайкальская железная дорога работает в структуре Восточного полигона. В рамках развития Восточного полигона оптимизируется работа по диспетчерским кругам. Значит, все диспетчера Забайкальской железной дороги в 2017 году, в текущем году, переехали в Иркутск. Тем самым работа по продвижению вагонопотока, она минимизируется. Дальнейшее какое-то перемещение сотрудников, либо упразднение не планируется. По крайней мере, у нас никаких установок на этот счет нету и мы не планируем. Мы, наоборот, планируем развивать и укреплять потенциал Забайкалья. В работе масштабного съезда приняли участие члены правительства страны, руководство ООО РЖД, главы регионов, ректоры отраслевых вузов, представители предприятий, транспортных компаний, научных организаций. В рамках мероприятия состоялись пленарные заседания, в ходе которых обсудили вопросы социального партнерства, интересы государства и клиентов, обновление парка, реализация молодежной политики, поддержки работников отрасли, чья зарплата, к слову, к 2025 году на 35% превысит средний общероссийский показатель. Неожиданностью для всех стало появление на форуме президента России Владимира Путина. Отмечу, от работы железных дорог России во многом зависит динамика развития всей страны. Важно координировать строительство, обновление железных дорог с планами развития регионов и украшений. Укрепление транспортных инфраструктур должно создавать новые возможности для роста экономики и расширения межрегиональных средств. Заседание освещали представители федеральных и региональных СМИ. Всего более 100 человек. Завершился съезд принятием резолюции. Юлия Тимошенко, Сергей Рычков. Время новостей.